Трозодон. Это классный препарат. Вы понимаете, сегодня психофармакология развита невероятно. Сегодня антидепрессантов очень много. Противотревожных антидепрессантов. Соответственно, антидепрессантов, антидепрессантов. То есть их много. В чем особенность третики? Он действует как бы трояко. Он с одной стороны работает на депрессии, с другой стороны он действует у пациентов с тревожными расстройствами. И третье. Это препарат, который очень хорош при нарушениях сна. И это тройное действие препарата оказывается, ну в общем-то я вам скажу, прямо кладом целым. Препарат, который бьет сразу по всем мишень. Теперь очень важный материал, который я вам хочу показать. Сегодня самой важной группой среди антидепрессантов являются СИОЗы. Так называемые СИОЗы. То есть селективный ингибитор обратного захвата сиротани. И мы любим эту группу. Она нравится. Это препараты очень толковые. Но. Но. У них есть обратная сторона. Они могут человека из состояния депрессии вывести в состояние хорошее, а из хорошее вывести в состояние тревоги. Понимаете? То есть вот этот вот путь через норму в обратку, он характерен для многих селективных ингибиторов обратного захвата сиротани. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот у нас с вами прессиноптический нейрон, а вот посиноптический нейрон. Соответственно, прессиноптический нейрон выкидывает из себя сиротанин, который действует на сиротаниновый рецепт. Эти сиротаниновые рецепторы 5HT. 5HT есть нескольких видов. Первый тип 5HT рецепторов. Второй тип 5HT рецепторов. Третий тип. Четвертый тип. Так вот, посмотрите на экран. 5HT рецепторы второго типа, они отвечают за эту побочку. Вот эти рецепторы. 2А, 2С, они отвечают за побочные эффекты СИОЗов. Дело в том, что у нас в норме что происходит? Вот у нас сиротанин вышел в синоптическую щель, подействовал на свои рецепторы и ушел обратно. Видите, вверх и ушел обратно. Захватился обратно. Количество сиротанина в синоптической щели уменьшилось. Все, так сказать, все гармонично. А когда мы не даем совершиться обратному захвату и количество сиротанина в синоптической щели, воздействие вот на эту группу, на этот подтип сиротаниновых рецепторов приводит к тревоге, бессоннице, срушением эрекции, сексуальным расстройством, паническим атакам и так далее. Что делает третик? Уникальность этого препарата в том, что с одной стороны, это препарат, который блокирует захват сиротанина, это понятно, а с другой стороны, это блокатор, блокатор, вот посмотрите на экран, рецепторы второго типа. Он садится на них и закрывает их, и он садится, соответственно, на прессиноптический нейрон, чтобы прекратить обратный захват сиротанина. И таким образом весь сиротанин, который находится в синоптической щели, действует на другие типы сиротаниновых рецепторов. Соответственно, нет тревоги, нет эректильной дисфункции, улучшается сон, улучшается настроение. Вот такая особенность, такая деталь. Значит, что важно, лекарство имеет две риски, продолговатые таблеточки с двумя рисками. В первую неделю можно принимать одну третушку. Здесь написано 1-3 дня, но иногда эти 1-3 дня валят с ног, потому что первая, в первую очередь, действует на сон. Репарат, он нормализует сон. И в первые несколько дней принимать надо третушку таблетки, 50 миллиграмм, на ночь, на ночь, потому что сон может клонить очень сильно. Соответственно, через несколько дней, у кого-то это на 4-5 день, у кого-то через неделю, повышаешь дозу до 2-3. Тогда постепенно уходит тревога. И, наконец, в конце пути, когда человек переходит на одну таблетку, постепенно начинает уходить тревожное, депрессивное расстройство. Посмотрите, пожалуйста, на самую широкую часть, которая здесь написана. До 4 таблеток используется в стационаре. Я такого не знаю. Я не знаю случаев, чтобы принимали более 2-х таблеток, 3-тик. Эффект достаточно надежный от этого препарата. Что очень важно. Его сравнивали с другими антидепрессантами. По степени устранения симптомов он обгоняет амитриптилин, дедушку, понимаете, всех антидепрессантов. Он аналогичен парокситину, паксилу. Он аналогичен препарату Залофт. И его аналог по эффективности работы с депрессивными расстройствами. Очень важно, что у пациентов при болевом синдроме нередко развивается состояние тревоги. Если через 3 месяца затянувшийся хронический болевой синдром приводит к депрессии, то первые недели – это тревога, это состояние взвинчивости, состояние невротизма, тревоги. На болевых синдромах тритика прекрасно работает и снимает как личностную тревожность, так и реактивную тревожность. Хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь. Это влияние как на тревогу, так и на депрессию. И вам не нужно особенно разбираться, потому что тревога и депрессия – это две стороны одной детали. На самом деле тревожного расстройства, тревоги, такого термина исконно в психиатрии нет. Депрессия может иметь вот такой припускающий характер и раздражающий характер. И это все будет депрессия. Депрессия с выраженным тревожным состоянием и депрессия с припущенным состоянием. Так вот, он влияет на вот это вот широкое понятие депрессии. И вы видите, что по госпитальной шкале тревоги и по госпитальной шкале депрессии идет снижение недели за неделей, недели за неделей, снижение баллов. И в результате у пациента совершенно меняется настроение. Вы видите, что сверху этот пациент в явной тревоге. То есть прямо паническая атака. Внизу он вполне себе на препарате преуспел. Еще одна очень важная деталь. Многие препараты из группы селективных инвибиторов обратного захвата серотонина влияют на эрекцию. Не лучшим образом возникает эректильная дисфункция. У этого препарата, как вы сейчас видите на иллюстрации, этой проблемы нет. И эректильная дисфункция мужчинам на тритика не угрожает. Поэтому молодому человеку, молодым людям, если у них есть проблемы с засыпанием, скажем, вы можете дать им тритика. И можно не бояться, что это каким-то образом повлияет на важную деталь. В общем, препарат действительно хорош. Препарат выписывается на обычном рецептурном бланке. Каждый из вас может с ним поработать. Мне очень нравится с ним работать, с тритиком.